В Беслане продолжаются работы по разбору завалов в здании школы и поиску тел погибших заложников. Как сообщает Интерфакс, этот район оцеплен двойным кольцом милиции. Внутри работают саперы, спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Списки погибших и раненых сейчас уточняются. Все это время в Беслане работают наши корреспонденты. На прямой связи со студией Вестей специальный корреспондент в Северной Осетии Александр Минаков. Здравствуйте, Александр. Ждем от вас новых подробностей того, что происходит сейчас в Беслане. Здравствуйте. Полчаса назад к журналистам вышел руководитель оперативного штаба, начальник управления ФСБ по Северной Осетии Валерий Андреев. И сделал официальное заявление. Это был первый его выход к журналистам сегодня. И он рассказал, сообщил последнюю информацию о последствиях теракта. Вот что он заявил. Операция по освобождению заложников и уничтожению террористов завершена. Сейчас идет тщательный осмотр места происшествия. Уже с уверенностью можно говорить о том, что террористов было более 30. Среди них уроженцы России, так и выходцы из стран иностранных государств. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности всех бандитов, которые участвовали в этом страшном террористическом акте. Уже в ходе осмотра места происшествия обнаружено и обезврежено значительное количество взрывчатых веществ и мин, которые были предназначены для уничтожения заложников. Их количество, а также длительность боя, которые вели сотрудники Центра специального назначения при поддержке всех правоохранительных структур, говорит о том, что имеет право на жизнь одна из основных версий о том, что боевики готовились заранее. И часть вооружения взрывчатых веществ была завезена и скрыта на территории школы, где произошел теракт. Мы тщательно проверяем эту версию. Кроме нее проверяются и другие. Нами уже установлены и опознаны террористы. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению их личностей. Сегодня с утра у здания Дома культуры собрались сотни людей. Это родные и близкие погибших. Людей группами вывозит Володя Кавказ на опознание своих родственников. Однако много и тех, кто не знает, где находятся их родственники. Поэтому в местной администрации предложили им составить списки пропавших родственников и принести фотографии. Сейчас на месте здания школы идет активная разборка завалов. Извлекаются тела погибших. Их число, естественно, будет по ходу работ уточняться. Понесли большие потери, в том числе и отряды специального назначения, группа антитеррора «Альфа». Спецназовцы оказались в такой ситуации, когда им, по сути, пришлось с собой прикрывать детей. Нам рассказали случай одного спецназовца, который вынес на руках двух малолетних детей, но в самый последний момент его настигла пуля. Вот что об этом сказал Валерий Андреев. Ценой собственной жизни офицеры Центра специального назначения ФСБ России освободили детей и лиц, удерживаемых в заложниках. Имеем, к сожалению, потери среди личного состава спецподразделения ФСБ. Осмотр места происшествия говорит о том, что жертв могло быть значительно больше. Я хочу сообщить о том, что какая бы горькая правда ни была, в ходе проводимого расследования этого события мы вскроем и доведем до общественности все, что связано с этим терактом. И самое главное, о количестве жертв, которые были в ходе исполнения этого террористического акта. Веслан сейчас в шоке. Люди, естественно, находятся в очень тяжелом психологическом состоянии. С ними сейчас со многими работают психологи. Причем психологи обратились ко всем, чтобы они передали информацию всем заложникам, которые остались живы и сейчас находятся дома, чтобы они как можно быстрее обратились к психологам. Прежде всего, привезли своих детей, которым нужно просто необходимость сейчас оказать, по мнению специалистов, первую необходимую психологическую помощь. Елена. Продолжение следует...